Более 70 команд собрались в международном вашингтонском аэропорту имени Даллеса для того, чтобы посоревноваться в перетягивании самолётов за канат. И не забавы ради, таким образом участники собирали средства для специальной олимпиады, всемирного движения, занимающегося организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для людей с нарушением интеллекта. С нами сотрудничают более 300 организаций, которые проводят различные мероприятия, чтобы, во-первых, повысить осведомлённость о специальной олимпиаде, во-вторых, собрать средства, чтобы мы могли продолжать нашу миссию, которая состоит в том, чтобы построить мир полный уважения и инклюзивности, будь то в наших школах, на рабочих местах или во всём обществе. Мы хотим, чтобы люди принимали тех, кто чем-то отличается от них. Люди, с которыми мы работаем, это в основном люди с ограниченными интеллектуальными возможностями. Но наша главная цель – открыть глаза и сердца всех, чтобы они смогли извлечь уроки из различий, которые есть у других. В каждой команде по 25 человек. Сборные по очереди тянут два самолёта – грузовой Airbus A320 и пассажирский Boeing 757 весом 82 тонны каждый. Задача – как можно быстрее протащить один из двух самолётов на расстояние 12 футов, чуть более трёх с половиной метров. Мы принимаем участие впервые. Мы представляем компанию Michael Baker International Group. И мы очень взволнованы тем, что происходит вокруг. Рядом со мной мой приятель, который тоже будет тянуть самолёт с нами. И мы готовы приступить к работе. В этом году фестиваль Dallas Plain Pool проводится уже в 30-й раз. Ежегодные мероприятия посещают более 10 тысяч зрителей. С 1992 года с его помощью для поддержки спортсменов специальной Олимпиады Вирджинии удалось собрать более трёх миллионов долларов. В этом году организаторы установили рекорд по сборам – 440 тысяч долларов. Мы потрясающая IT-компания, и наши сотрудники любят принимать участие в мероприятиях, которые проводятся ради благого дела. И именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы поддержать специальную Олимпиаду. Для участия в соревнованиях каждая из команд должна сделать взнос – минимум 2,5 тысячи долларов. «Я и раньше принимал участие в мероприятиях, организованных в специальной Олимпиады. Сегодняшнее немного проще, чем прыгать в ледяную реку, что я делал в прошлом году для этой организации. Это классное мероприятие, приятно собраться всем вместе. И, честно говоря, после последних нескольких лет здорово оказаться на улице в толпе народа. Это словно как вернуться к нормальной жизни». Рождённый синдромом Дауна Дэвид Иган является спортсменом и посланником специальной Олимпиады. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы изменить отношение общества к людям с ограниченными интеллектуальными возможностями. Об этом он написал книгу и выступает с лекциями по всему миру. «Я начал заниматься спортом в очень юном возрасте, когда мне было 8 лет. Я стал участником специальной Олимпиады именно благодаря такому мероприятию, как это. И я хотел, чтобы все знали, насколько особенным это сделало меня. Я стал чемпионом благодаря поддержке моей семьи и команды специальной Олимпиады. С помощью этой книги я хочу, чтобы мир понимал нас. Это вдохновляющая и познавательная книга. Она рассказывает о человечности, выявляя лучшее во всех нас то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет». Организаторы устроили соревнования для юных участников. Дети на скорость тянули небольшой грузовик. В рамках фестиваля прошла также авиационная выставка, на которой были представлены летательные аппараты разных десятилетий. От крошечных одномоторных частных самолётов и полицейских вертолётов до тяжёлых транспортных и военных вертолётов и самолётов американского, французского и немецкого производства. Максим Искальков, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Далис, Вирджиния.